Парад на 9 мая В Москве стал советский Т-34. По данным «Медузы» это были танки Т-34-85, выпущенные в Чехословакии в 50-х годах. Т-34-85 стояли на вооружении, в том числе армии Лаоса. В 19-м году страна вернула России 30 таких танков, которые планировалось использовать для парадов и съёмок фильмов. Где находятся танковые войска РФ, лучше спросить у ВСУ. Они как никто осведомлены. Но мы сейчас не об этом. Посмотрите на лица обречённых, которые следуют за бункерным. Парад на 9 мая Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Пашинян грозился даже ратифицировать римский статут, после которого Армения обязана была бы арестовать Путина. Но, как видим, жимжим сработал куда лучше. Без настроения ходил и казахстанский лидер Такаев. На лице у него было написано «потерпи ещё немного». К слову, читалась неприязнь Такаева к Лукашенко. Последний даже срочно, покидая шоу, забыл попрощаться с казахом. А спешить бульбофюреру было куда. После ночёвки в Москве Лукашенко стало нехорошо, и он, отбыв номер на параде, в срочном порядке вернулся в Минск. Лукашенко предлагали остаться в ЦКБ, в Москве. Но он якобы сказал, что умирать надо дома. После московского вояжа его публично не видели несколько дней. Он не появился даже на праздновании Дня флага и герба Беларуси. От его имени выступил премьер. Разрешите огласить обращение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко по случаю празднования Дня государственного флага. Новичком нынче никого не удивишь, но такая неосторожность со стороны белорусского диктатора искренне удивляет. Теперь появилась высокая вероятность того, что мир никогда не узнает, откуда же на Беларусь всё-таки готовилось нападение. Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. А на Россию тем временем уже пошли такие толки. Беларусь – это же Россия. Это же Россия. Беларусь у нас союзная государство. Союзная, да, но это Россия. Это большая Россия. Какие процессы будут происходить в Беларуси в ближайшие месяцы, покажет время. Но то, что в конечном итоге эта страна когда-нибудь обретёт свободу, могут гарантировать многочисленные белорусские бригады, успешно крошащие орков в Украине. Вот эти вот малышки сейчас прилетят прямо к махнуться Украины. Махнут живее. И как подтверждение, баннер от украинских пограничников на границе с Беларусью. Обратите внимание на исторический бело-красно-белый флаг. Вообще, в последнее время на фоне мощной западной поддержки Украины прилично поплавило всю кремлёвскую верхушку. Однако западные глобалистские элиты стравливают людей и раскалывают общество. И всё для того, чтобы навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути систему грабежа, насилия и подавления. К чему эти обвинения Запада во всех своих бедах? Этому Путину версии 12, дефис 15 стоит послушать оригинал. Постоянное кивание на заграницу, как на источник всех наших бед, неверно. Неверно по сути своей. Все наши беды в нас самих. От нашей собственной безалаберности и слабости всё проистекает. Дело говорил, а нынешние дубликаты реально сломались. Мало того, что все вокруг у них виноваты, так ещё и 7 пятниц на неделе. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Давайте все вместе! Определитесь уже, вы объявили или вам объявили. И кругом одни обиды. Вот Машка Гранёный стакан негодует, что в Украине больше не будет пьяных шабашей на 9 мая. Канун 9 мая Зеленский отменил священный для подавляющего большинства аукраевских граждан День Победы и утвердил вместо него День Европы. Видимо, лицу московского МИДа ещё не рассказали, что, как она выразилась, для подавляющего большинства населения Украины праздник – это Рождество или День Защитников Украины. А День памяти жертв Второй мировой почитается в цивилизованных странах 8 мая. Но Маша Лизгинка уверена, что во всём виноваты немцы, как тогда, так и сейчас. Речь идёт о председателе Еврокомиссии, немке Урсуле фон дер Ляйен. Она является представительницей европейских реваншистов и стремится просто отомстить нашей стране за своих нацистских предков. Разгромное поражение. В нормальной международной дипломатии после таких шовинистских заявлений был бы серьёзный скандал. ЕСовское позорище, дно, понимаете? Это даже не дно, это что-то там, глубоко внутри. Но к брызганью слюной без зуба и змеи уже все привыкли. И просто не обращают внимания. Также привыкли и к гопническим высказываниям медвиголика. Название российского города Калининград им не нравится. Вместо этого предлагают писать «Крулевец». Но в таком случае не Краков, а точно Кракао. Не Гданьск, только Данцик. Не Щецин, только Штетин. Не Познань, только Позан. Не Вроцлав, только Бреслау. Список можно продолжать и продолжать, написал Медведев. Очередная гневная тирада от бывшего президента Недофедерации была озвучена после вот этого решения поляков. В Польше рекомендовали вместо российского названия города Калининград использовать польскую альтернативу «Крулевец». Инициатива исходит от Государственного комитета по стандаризации географических названий. В правительстве Польши согласились с предложением, подчеркнули, что нельзя принуждать граждан использовать в родном языке неприемлемые для них названия. Дело в том, что Калининград назван в честь Калинина, советского деятеля, который, среди прочего, ответственен за массовое убийство поляков. Офицерский цвет польской армии – Катынский расстрел. Да и с историческим прошлым название «Калининград» не имеет никаких связей. Но Димона было уже не остановить. Конечно же, никакой Польши, только Варшавское герцогство. Или царство польское в составе Российской Федерации, как правоприемницы Российской империи, подытожил экс-президент России. Плохо Димка историю учил в школе. Так называемая Российская Федерация является правоприемницей Советского Союза. А вот последний, в свою очередь, отказался быть правоприемником Российской империи. Связь улавливаете? И мы нет. Других комментариев у меня нет. Чего мне это комментировать? Вообще, в последнее время Европа стала куда посмелее в отношении Московии и их представителей. Все в той же Польше, например, 9 мая российского посла с цветами не пустили к мемориальному кладбищу. Люди просто заблокировали проход. Да, мысли в Украине есть так, где богу, скотчем. Посол было потребовал правоохранительные органы убрать людей. Но в полиции заявили, что нет повода для помех митингующим. Это вам не Московия. В любой демократической стране гражданин имеет право на пикет. Продолжают радовать близкие друзья Украины страны Балтии. Начнем с Эстонии. Напротив Нарвы находится российская крепость Иван-города, у подножья которой на 9 мая установили большой кран, повернутый в сторону Эстонии. На нем крутили так называемый парад и советские фильмы. Пришли послушать родную речь и россияне, живущие в Эстонии. Вот они. Если так тянет к родным пенатам, нужно всего лишь реку перейти. И вы дома, в Россиюшке? Но они почему-то предпочитают любить родину на другом берегу. Раз так, значит, стойте под огромным плакатом вашего президента с кровавой надписью «Путин. Военный преступник». Баннер разместил исторический музей крепости Нарвы. Кремлевские пограничники и ФСБшники серьезно напряглись и даже провели переговоры с эстонцами на нейтральной территории. Требовали плакат убрать, но получили достойный ответ. Представители департамента полиции и пограничной охраны Эстонии заявили, что в их стране такой плакат не запрещен, и что в своей работе они исходят из эстонского законодательства, и что у российских чиновников нет оснований требовать демонтажа плаката. На этой же крепости активист развернул украинский флаг в знак солидарности с Украиной, но был тут же атакован ватой. Вот он Пушкин, Достоевский и Есенин три в одном. Но эстонская полиция вновь проявила смелость, и оккупант был схвачен, а эстонский суд в кратчайшие сроки вынес решение. Сегодня состоялся суд над моим нападавшим, Вячеславом Сорокиным, гражданином РФ с эстонским ВНЖ, безработным. Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год и девять месяцев, а также штраф в виде 688 евро. Не меньший шабаш сектантов происходил и в Латвии. Я с именем депутатом пришел сюда, чтобы почтить память павшим и завоевателям. Павшим завоевателям – оговорочка по Фрейду. Действительно, завоевателям, а не освободителям, о которых постоянно втирает российская пропаганда. Ну и, естественно, не забыл поблагодарить страну, приютившую его и его детей. И вообще все будет наше. И все наше. Да, именно так они и благодарят. Все будет наше. Все наше. Выслушивать подобные имперские выкрики латвийцам, видимо, тоже надоело. Бравые ребята с прекрасными ленточками на груди приняли буйного завоевателя. А почему вас затяживают? Я не знаю. Мне никто ничего не объявил. В другом латвийском городе Даугавпилса мужчина в годах тоже начал выступать против запрета советских символов. Подожди, скоро придут, б***ь наши. Я не б***ю. Тогда вы, б***ь, точно по-другому заговорите. Дед, не придут. Из ваших скоро подсолнухи на полях Украины расти начнут. Ну, б***ь, на, б***ь. Да, успокойся. Ну, б***ь, б***ь государство, б***ь. Дед собрал чемодан и закинул туда все не свои медали и в Тверь. А еще лучше в Уренгу или Магадан, чтобы максимально всеми фибрами души родину прочувствовать. И прихвати этих с собой. Вообще ощущение, теперь этот конфликт в Украине все поменял. Как город вообще? Дальше фашистов бьете. Да, дальше бьете. Раскладилось их много. Всяких правнуков. Да, Европу поддерживает еще. Что обидно. Хрущев не добил их, пожалел, а сейчас повылезали. Бандеровцы всякие. А, и вот еще маму этой гражданки к себе в купе возьмите. Мама гражданка России, 68 лет. В НЖ, в Латвии уже 45 лет. Но в декабре, похоже, ее депортируют. Сейчас у нас так поступают с русскими, так как она не сдала экзамен по латышскому языку. Вопрос, куда податься, какие страны дают политическое убежище. Денег наскребем, но не понимаем, в какую сторону смотреть. А мы подскажем. Строго на восток. Чемодан, вокзал и Пермь. Каждый раз, это же каждый день происходит. То оттуда кого-то из наших выставили, то отсюда. Где-то что-то закрыли, забрали. И мы же, когда мы так вот грозимся и не делаем, мы немножко, простите за такой жаргон, терпилами выглядим. Ну почему же немножко? Вы только грозиться можете, а как доходит до дела, сразу в домик. Вот, например, сектанты дедов на палках в Барселоне. Хочется спросить, где они такие лица берут? Белосиние россияне пытались было объяснить, что недофедерация во всем не права. Мы бросаем бомбы на жилые дома. Вы, да, и твои, и твои властерские идеи. Города мирных жителей, мы убиваем детей, ребята, мы убийцы. Нам должно быть стыдно. Но не дошло. Тут подтянулись украинцы и красные резко поутихли. После чего были отцеплены полицией во избежание столкновений. Сколько, ты знаешь, как мухи на гимнопу сбирались? В последний раз я тебя бачу. И вот этого непонятного для нас мракобесия в Европе хватает. Мадрид. Германия. Страшные тетки с детьми и советские флаги. Сюр настоящий. И что самое загадочное в этом всем, они страшно ненавидят страны, в которых живут. И безумно любят матушку Россию. Вопрос, зачем себя мучить? Раз Россия такая великая и могучая, милости просим. На воде, на электричестве не экономим. Какая бы политика там ни была, а в России все равно лучше. Одна комиссия вообще была тут, заявила вплоть до того, что это чуть ли не элитные коттеджи. А к чему? Вполне можно жить. А мыться, пока умываться, вот рукомойник, все. Ничего нету тут у нас. Туалета-то нет, сходишь туда на ведро, да и все. Да и вообще халява регулярно проскакивает. Подумаешь, в очереди часок-другой за гречкой с чаем отстоять. Пустяки. Я без понятия. А там, глядя, и на войну заберут. И если в ИСУ не за двух сотят, свои прибьют. Припасы мы тратим, в том числе, для того, чтобы остановить трапающие толпы военнослужащих российской армии. В любом случае, мамке, папке или детям лады Калина в награду. Тем более, как сказал второй по слепу Володя... Нет смерти, есть дорога к бессмертию. Ценность жизни сильно преувеличена. Родина гораздо важнее, чем жизнь одного отдельного взятого человека. А если за тобой еще и правда, то вообще не грех коньки откинуть. Ведь борьба с терроризмом святое дело. А террорист у нас кто? Верно. Украина. Фактически речь идет о государстве-спонсоре терроризма. Лишний раз подтверждается правота Путина в его решении начать специальную военную операцию. Ну да, а война – это мир, а свобода – это рабство. Русские не ведут войну. Мы не ведем войну. Вести войну – это совсем другое дело. Это полное уничтожение инфраструктуры. Это полное уничтожение городов и так далее и тому подобное. Мы этого не делаем. Первое – мы пытаемся сохранять инфраструктуру. И второе – мы пытаемся сохранять человеческие жизни. И воюют они не с Украиной, а со всей НАТО. Друзья мои, мы не воюем ни с какой Украиной. Нет Украины уже год с лишним как. Мы воюем со всем НАТО и немножко больше. Вот только ваш великий стратег настолько облажался, что скоро эта самая НАТО окружит вас со всех сторон. Мало того, что финны уже в альянсе, а шведы на подходе. Так еще и Япония высказала желание открыть офис НАТО у себя в стране. В прошлом году премьер-министр Японии Фомио Кисида участвовал в саммите НАТО. Столтенберг не так давно приезжал в Токио. И открытие офиса – это, в общем, ожидаемое событие. Японцы действительно это не скрывают. Но вам же все равно. Вы же ничего не боитесь. Ведь вы, как сказал бункерный, еще ничего не начинали. Реплика про то, что на Украине мы справляемся еле-еле. Мы не справляемся на Украине еле-еле. Мы воюем на Украине левой пяткой и задней ноги. Не знаем, сколько у вас ног, если задняя левая. Но, как показывает действительность, вскоре вы можете остаться вообще без каких-либо пяток. Эти новые ракеты помогут Украине бить их вглубь территорий, занятые русскими. И в теории даже доставать по мосту, соединяющему захваченный русскими Крым, с территорией России. Да, теперь ракеты есть не только у Москвы. Вот только в отличие от Кремля украинцы – люди. И не будут тратить столь ценный ресурс на гражданскую инфраструктуру, а исключительно на законные военные цели. Есть неопровержимые доказательства того, что эта ракета все-таки Storm Shadow, поставленная не так давно в Великобритании украинским ракетчиком. Вот здесь видно надпись Storm Shadow. Естественно, такой подарок от Британии сильно поджег сидельники пропагандистов. Плохие новости пришли сегодня по поводу ракет, которые Британия, как утверждается, уже поставила Украине. Тяжелые, высокоточные, мощные, дальнобойные ракеты. Очень много туманного, непонятно сколько этих ракет. Дитя Армения даже вспомнила о своих старых знакомых. Мои старые знакомцы Баширов и Петров соскучились, наверное, по Британии. Давно не видели ее чудесных шпилей. И не пора ли им или их вымышленным или реально существующим коллегам нанести туда визит. В общем, на болотах без изменений. Королевство кривых зеркал в самом расцвете. Но Украине по большому счету абсолютно все равно, как развлекаются на Московье. Украина планомерно и целенаправленно идет к своей цели. Освобождение своих территорий. И это не только цель ВСУ или командование. Настоящие украинцы готовы даже последнюю... Пиццу вниз, хлопцем! Пиццу отдать своим защитникам. Класс! Наши герои! Класс! Сердечко показывает. Что же нам передали? Класс! Это что такое? Сухпайок нам дали. Круто! А посмотрите, как мать встречает сына с фронта. Кого вы, коллекционеры Лады Калины, собрались побеждать? Какими пятками задних ног? Запомните одну абсолютную истину. Пока украинец сражается на своей земле, его невозможно победить. А все народы, которые ему в этом помогают, чеченцы, белорусы, грузины и многие другие, они воюют и за свою обиженную Россией родину. Как сказала Алла Дудаева, вдова первого президента Эчкерии, защищая Украину, вы сражаетесь за всех замученных и оскорбленных. Вы герои.